МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Гродно+. В студии Александр Латынин. Сегодня в нашем выпуске. Слова поздравлений, высокие награды и праздничный концерт. В Гродно прошли торжественные мероприятия ко дню работников торговли. У Гродненского областного отделения Белорусского республиканского союза юристов новый председатель. На этот пост избрали Василия Герасимова. Кому спасибо, кому выговор. На совещании в Гродненском горосполкоме оценили готовность школы и детских садов октябрьского района города к началу учебного сезона. Клещи атакуют. В Гродно растет число обратившихся за помощью после укусов насекомых. Мороженое – это лакомство или возможность заработать? Студенческий сервисный отряд, организованный Белорусским республиканским союзом молодежи, сейчас работает на молочном мире. Начнем наш выпуск приятной новостью. День работников торговли отмечается в Беларуси ежегодно в последние воскресенье июля. В Гродненской области это профессиональный праздник более чем для 30 тысяч человек. Торговля – одна из ведущих сфер экономики – развивается стремительно и динамично. Ежегодно в нашем городе появляются новые объекты – от магазинов шаговой доступности до ультрасовременных торговых центров и гипермаркетов. Сегодня в Гродненском государственном колледже искусств состоялось торжественное собрание, посвященное предстоящему празднику. Репортаж Аллы Внучко. Белая ромашка, буслик, купаленка, молочный мир – у каждого торгового предприятия Гродничины особое название и свое лицо. В Гродненской области сегодня функционируют более пяти тысяч магазинов. Успешно реализуют свою продукцию 53 торговых центра, ежедневно встречают своих посетителей более тысячи объектов общественного питания. Куда ни глянь, повсюду красочно оформленные витрины, широкий ассортимент предлагаемой продукции, чистота и уют в торговых залах. Ведь все это дело рук работников торговли, которые 31 июля отметят свой профессиональный праздник. Лучшие сотрудники этой сферы уже сегодня удостоены наград. Порядка 80 человек сегодня удостоены наград. И Министерство торговли, и областного исполнительного комитета грамоты благодарности, и областного совета. Поэтому люди очень, знаете, воодушевленно относятся к этой награде, очень стремятся получить. Сегодня в Гродно многие продовольственные и промтоварные магазины оборудованы с учетом мировых тенденций. Однако с 1 июля работать в этой отрасли стало сложнее, особенно тем, кто за кассой. Уже почти месяц, как в наших карманах, звенит мелочь, а умы работников торговли превратились в калькуляторы. Отнимают нули, сортируют новые и старые банкноты, привыкают к монетам. Привыкаем потихоньку к новым деньгам. Пытаемся считать в единицах рублей, а не в тысячах. Не всегда получается. Но мне кажется, что торговля справляется. Наши граждане тоже понимают, что немножко медленнее, наверное, движется очередь в кассах. Как отметил заместитель министра торговли Беларуси Эдвард Матулис, сегодня в стране 50% от общего обращения – банкноты нового образца. Дело движется, а значит и очереди указ вскоре уменьшатся. За высокий профессионализм, чувство ответственности, терпение и умение работать с людьми успешные руководители торговой отрасли Александр Бубенчик и Татьяна Тараневская награждены нагрудным знаком Министерства торговли. Это волнительный момент. Значимо, что спасибо, что оценили нашу работу. Это спасибо коллективу нашему слаженному, что мы так сработали. В Гродно открываются интернет-магазины. Развивается система безналичных расчетов за товары и услуги, в том числе с технологией бесконтактных платежей. Такое понятие, как дефицит товара, бесследно исчез из нашего лексикона. На смену пришли акции и распродажи. К слову, уже в ближайшие дни, в честь Дня работников торговли, в магазинах города пройдут дни скидок. Алан Учко, Сергей Печерица, Новости, Гродно+. У Гродненского областного отделения Белорусского республиканского союза юристов новый председатель. На этот пост избрали Василия Герасимова, председателя Комитета государственного контроля Гродненской области. Его кандидатуру сегодня поддержали на отчетно-выборной конференции. Об авторитетности союза юристов можно судить по таким параметрам, что первичные отделения нашего союза имеются в таких государственных органах, как, скажем, администрация президента Республики Беларусь, Верховный суд, МВД, КГБ, Комитет госконтроля. Уникальность нашей организации заключается в том, что мы имеем возможность обсудить любые вопросы, которые волнуют наших людей, нашего общества. Вот на такой площадке, где можно собрать всех юристов, работающих в госструктурах, юристов, работающих в частных структурах, представляющих разные интересы, и обсудить это заинтересованно, чтобы не выходить за рамки каких-то параметров. Очередное совещание по поводу готовности учреждения образования к началу учебного года прошло в Гродненском городском исполнительном комитете. На этот раз замечания и требования были высказаны относительно школы и детских садов Октябрьского района города. Мэр Гродно сложившейся ситуацией остался недоволен и пообещал принять самые жесткие меры по ее исправлению. Руководящие кадры отдела образования одного района и второго района требуют необходимой поправки. Они будут заменены. Некоторые просто устали. Их надо заменить. Есть кадровый потенциал, есть молодежь, которая может прекрасно работать и справиться с поставленными задачами, которые в нынешних районах есть. Каждый руководитель, по словам руководителя города, должен рачительно подходить к распределению денежных средств, поступающих из внебюджетных источников. Особый пункт – это экономия. Чтобы получить паспорт готовности, в учреждении образования должно быть все на уровне. Подача тепла и электроэнергии, укомплектованность кадрами, благоустройство территорий, стопроцентная оплата коммунальных услуг к 1 сентябрю. Через неделю по всем замечаниям и требованиям, высказанным на совещании, проведут повторную проверку, пообещал председатель горосполкома. К другим темам. Вирус гепатита – одна из главных проблем мирового здравоохранения. Сегодня во всем мире отмечается День по борьбе с коварной болезнью. Дата 28 июля была выбрана не случайно. Именно в этот день родился Барух Бламберг, профессор, открывший вирус гепатита B и разработавший первую вакцину от него. На сегодняшний день с болезнью, называемой в народе ласковым убийцей, живут не десятки, не сотни человек и даже не тысячи человек. К сожалению, и в городе Наднеманом такие люди есть. Заразиться гепатитом можно где и когда угодно. В тату-салоне, косметическом кабинете и даже в парикмахерской. Везде, где не соблюдается элементарное правило санитарии. В группу риска также входят наркоманы и люди, ведущие беспорядочную половую жизнь. Основной механизм инфицирования – это контакт с кровью зараженного человека. Попав в организм здорового, вирус начинает усиленно распространяться и поражать печень. Диспансеризация поможет выявить ранние признаки и сделать тесты на вирусные гепатиты. А это, в свою очередь, поможет поставить раньше диагноз и начать лечение такого пациента. В Гродно достаточное количество людей с хроническими вирусными гепатитами и с носительством маркеров вирусных гепатитов. Все они состоят на учете в кабинете инфекционных заболеваний. Сдать кровь и пройти тест на вирус гепатита можно в любой поликлинике Гродно. Если опасения подтвердятся, и врачи все-таки диагностируют болезнь, паниковать не стоит. При правильной терапии и стараниях самого пациента вероятность полного выздоровления очень высока. Кроме того, врачи призывают гродинцев делать прививки от гепатита В. Только так можно обезопасить себя и своих близких. В связи с изменением климата и относительно теплыми зимами в Беларуси с каждым годом увеличивается количество клещей. Небывалый всплеск активности этих чинистоногих наблюдается и этим летом. К слову, первые случаи укусов фиксировались уже в феврале. Хотя по статистике просыпаться эти вредители должны только в марте-апреле. Специалисты утверждают, обезопасить себя от клещей можно и нужно. Достаточно реже посещать парки и лесопарковые зоны, пользоваться репеллентами, надевать закрытую светлую одежду. На ней проще заметить вредители. Но если избежать укуса все-таки не удалось, клеща нужно скорее извлечь. Если есть возможность, клеща удалить в хирургическом кабинете поликлиники. Если не получается, то либо пинцетом, либо иголочкой прокаленной, либо ниточкой сделать из нее петлю и поближе к коже, прощательными такими движениями поступательно удалить клеща. Вместо ранку обработать йодом. Следует помнить, опасен не сам клещ, опасны заболевания, которые он переносит. В наших широтах это клещевой энцефалит и лаймборлиоз. Кстати, уберечься от последних поможет простая прививка. Сделать ее можно в больнице по месту жительства. Более тысячи молодых гродницев этим летом работают в студенческих отрядах, организованных Белорусским Республиканским Союзом Молодежи. Среди работодателей крупные предприятия Гродно, в том числе и Молочный Мир. В цехе мороженого сейчас трудится студенческий сервисный отряд «Молочник». Чем занимается молодежь на производстве лакомства и оказалась ли работа сладкой, узнала наша съемочная группа. Побывать на производстве мороженого и прикоснуться к созданию популярного лакомства – очень заманчиво. К тому же для этого не нужно иметь специальное образование. Достаточно записаться в студенческий отряд. Так поступил и Михаил Логинов. Будущий военный, сейчас уже быстро укладывает мороженое в коробки. Парень признается – думал, работа будет не такой напряженной. «Опыт работы у меня не впервые. Работаю здесь 6 июля. Ну, стройотряд записался в этом году в РСМ. Ну и получил работу. Подзаработать денежку заказалось. Вот и пошел подработать». А подзаработать здесь и правда можно. Ребята из студенческого сервисного отряда в среднем получают 450 деноминированных рублей в месяц. Но работа с мороженым не сладкая. Смена – 11,5 часов. График – два через два. Разложить сахарные рожки, упаковать и взвесить каждую порцию – вот обязанности укладчика-упаковщика. «Молочный мир» приглашают студентов уже четвертый год. И здесь их работой довольны. «Они у нас работают непосредственно на процессе укладки в упаковке мороженое, так как это укладчики-упаковщики. Есть ребята-грузчики, которые уже отвозят мороженое. Хочу сказать, что очень стараются, хотят работать. Приходят, даже просят дополнительные дни, чтобы им ставили, потому что заинтересованы все, чтобы получить, заработать денежку за летний период». Для ребят из студенческого отряда это не просто летняя подработка. Новые знакомства и возможность узнать принцип производства любимой сладости прилагаются. «Мне очень здесь нравится. Хороший коллектив. Я никогда не думала раньше, что так делается мороженое. Мне очень здесь приятно работать. Много новых впечатлений, эмоций и, конечно же, практика на будущее». Всего в городском комитете БРСМ сформировано 45 студенческих отрядов. Это около тысячи человек. В «Молочном мире» молодежь работает с 1 мая. Помимо укладчиков-упаковщиков и грузчиков, ребята осваивают профессию продавца и торгуют мороженым по всему городу. «В этом году у нас на «Молочном мире» в данный момент уже работает порядка 60 ребят полностью по всему отряду. Это вот ребята, которые работают продавцами, они у нас несовершеннолетние. Все остальные ребята, грузчики, укладчики-упаковщики у нас совершеннолетние. Поэтому мы охватываем и ребят, которые учатся в школах, и ребят, которые учатся в колледжах, и также студентов университетов. Эти молодые ребята каждый день упаковывают сотни порций мороженого, чтобы каждый мог купить себе порцию сливочного счастья. Юлия Косила, Сергей Печерица, Новости Гродно+. Продолжит наш выпуск новости спорта. Сборная Беларуси по баскетболу У-18 на чемпионате Европы в дивизионе Б заняла первое место в группе Б. В последней игре группового этапа белорусские обыграли соперниц из Украины со счетом 68-73. В составе команды успешно выступало пять грудненских спортсменок. Арина Масько из нашего города стала лучшей в команде по количеству набранных очков. В общем зачете чемпионата она заняла 9 место с 60 очками. Первое место у датчанки Элизабет Свалхолм. У нее 87 очков. В первый день чемпионата мира среди юниоров и молодежи погребли на байдарках и каноя выступят два представителя нашего региона. В экипаже байдарки-четверки будет выступать в предварительных гонках на дистанции 500 метров Карина Бондаренко. В соревнованиях каноистов на дистанции 1 километр также среди юниоров выступит Сергей Купцевич. На этом наш выпуск завершен. Напоминаю, что еще больше информации вы всегда сможете найти на нашем сайте www.grodnoplus.tv.by Если же вы хотите поделиться с нами интересной новостью, звоните по номеру 77-33-04. Я же с вами прощаюсь. Приятного вечера.